Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник «Всеобщая история нового времени, 18 век, 8 класс, издательство «Просвещение». Итоги второй главы. В 18 веке идеи просвещения оказали влияние практически на все стороны общественной жизни. Просветители смело рассуждали о политике, религии, воспитании, человеческой сущности. Их идеи получили широкое распространение и стали воплощаться на практике. Многие правители в рамках просвещенного абсолютизма провели ряд реформ, направленных на улучшение жизни подданных. Распространение идей просвещения привело к тому, что в искусстве на долгие годы укрепился классицизм. Вопросы и задания к главе, но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. «Первый вопрос. Составьте тесты на соотнесение философов просвещения и особенностей их учений». Ну, здесь, конечно, достаточно дурацкое задание, но и тем не менее. Конечно же, на первое место ставим Вольтера. Вольтер, по большей части, очень любил именно разум. Жан-Жак Руссо. Он больше уважал чувства и эмоции. Сюда же Дэни Дидро с его большей эмоциональностью. Можно вспомнить Рене Декарта, знаменитого математика, который тоже, кстати, очень уважал именно определенные чувственные соотношения. Второй вопрос. «Составьте тесты на соотнесение правителей или политических деятелей и их действий». Опять-таки, не менее четырех правителей и не менее пяти действий. Еще одно полностью идиотское задание, потому что зачем нам конкретно знать, какие правители были в той Европе? Поскольку, например, какие-то Людовики, которые сидели после Людовика XIV, XV, XVI, XV, XVII, XVIII в той же самой Франции. Ну, были они и были. И что, собственно говоря? Они, кстати, очень мало что делали. В то время как, например, Фридрих в Пруссии, наоборот, сделал очень и очень многое. Мария Терезия в Австрии, вернее, в империи Габсбургов, тоже провела очень широкий ряд различных реформ. Также некоторые, та же Екатерина II в России, опять-таки, провела различные реформы, хотя и далеко не в полном объеме. Если, например, в империи Габсбургов доходило вплоть до определенных местах отмены крепостного права, не считая прочих реформ, реформы образования, реформы экономики, реформы налогообложения, то в России, например, это было очень широкое развитие благотворительности, определенные реформы самоуправления в виде появления, например, некоторых земств, реформы административные были, реформы налоговые, реформы финансовые, экономические, но при этом крепостное право отменять никто даже не думал. Третье. Определите авторство отрывков и обоснуйте свое мнение. Тоже очень, на самом деле, сложное задание. В каждом государстве имеется три вида власти. Создающая законы, исполняющая государственные решения и судящая преступления или разногласия частных лиц. Чтобы было невозможно злоупотреблять властью, нужно путем упорядочения вещей. Одна власть останавливала другую. Это написал Монтескьё. Б. Ведь если тёмен стих и мысль дана неясно, ум тотчас устает, работая напрасно. И слов пустых бежит, боится он труда. Идти за автором, что прячется всегда. Немало есть умов, чьи путанные мысли, как будто облаком густеющим повисли. И солнцу разума его не разогнать. Учитесь мыслить вы, затем уже писать. Это написал Николай Буало. В. После того, как установилось разделение труда, собственным трудом человек может добывать лишь очень небольшую часть предметов. Значительно большую часть их он должен получать от труда других людей. И он будет богат или беден в зависимости от количества того труда, которым он может распоряжаться или которое он может купить. Это писал Адам Смит. В. Четвертое. Подготовьте развернутый ответ по теме. Просвещенный абсолютизм. Составьте план, в котором вы будете освещать тему. Ну, здесь на первое место в плане стоит поставить саму по себе эпоху просвещения и кратко показать ее особенности. Потом это определенные европейские правители, которые активно участвовали. То есть, например, это империя Габсбургов, это прусское государство, это Испания, это Португалия. Там идеи просвещения получили достаточно широкое распространение. После этого в план стоит добавить что-то отдельное по Пруссии, по Австро-Венгрии, то есть, вернее, по империи Габсбургов, по Испании, по Португалии. Пятое. Напишите небольшое сочинение. Ну, это вообще полный, тотальный бред. Здесь уж не знаю, нормальный учитель просто не будет задавать подобные вопросы. Сформулируйте ответ на главный вопрос главы. Почему философы стали властителями дум Европы? Дело в том, что к этому времени Европа уже достаточно разбогатела и достаточно как бы повзрослела, чтобы начать интересоваться не только вопросом, как бы прокормиться, но и более широкими вопросами. То есть, если у государства все мысли только о том, как бы выжить, естественно, что с наукой и культурой там будет не очень-то хорошо. Но если государство достаточно богатое, состоятельное, оно может себе позволить тратить деньги как раз-таки на культуру и науку. Вот в Европе и подошел тот самый момент, когда появились возможности вкладывать деньги в науку и культуру, то есть активно их развивать. И философы оказались одними из первых, кто очень активно стал заниматься именно этими вещами. Поэтому они стали так популярны, тем более, что они выдвигали воистину революционные идеи. Ресурсы к голове. На картине изображено изгнание иезуитов с территории Иберии, то есть Испании и Португалии. Второе. Прочитайте отрывок из книги английской писательницы Уоллер «Лондон, 1700 год» и ответьте на вопросы. Итак, сам отрывок. К 1700 году в Лондоне было более 2000 кофеен. Они представляли собой заведение, где, заплатив даме за стойкой один пенни за вход, любой человек мог, сидя за столиком, потягивать кофе и курить глиняную трубку. Единственным условием было вести себя по-джентльменски. Не сквернословить и не драться. За символическую плату можно было расположиться около камина и часами читать газеты, просматривать корреспонденцию, встречаться с друзьями и деловыми партнерами и беседовать обо всем, начиная с политики и заканчивая новейшими научными достижениями. Вопросы. Первое. Почему кофейни обрели такую популярность в 18 веке? Ну, во-первых, кофе только-только появился. Подавать там могли, кстати, не только кофе. Но, в принципе, это был очень модный напиток. Посещать кофейню было очень и очень модно. Второе. Потому что в Европе было уже довольно-таки большое количество состоятельных людей, которые могли себе позволить часами проводить в этих кофейнях, особо не беспокоясь о заработках, поскольку деньги эти люди получали от того, что просто банально сдавали в аренду свою землю, какую-то свою собственность, и таким образом могли себе позволить жить, особо не беспокоясь ни о каких, так сказать, жизненных вопросах. Второе. Почему данная форма досуга распространилась именно в государстве, являющемся парламентской монархией? Ну, во-первых, кофейни были не только в Британии очень распространены, но и в других местах. Но в Британии они были распространены намного сильнее, поскольку было гораздо больше людей, которые зарабатывали именно таким вот образом. То есть могли вести буквально деловые переговоры в этих самых кофейнях. То есть было большое количество людей, которые занимались бизнесом, в отличие от других стран Европы. Третье. Как вы думаете, какое влияние оказал феномен кофейни на формирование общественного мнения? В кофейнях люди, состоятельные люди, разумеется, встречались в довольно-таки большом объеме. Естественно, что они обсуждали самые разные вопросы, в том числе политические вопросы. Естественно, в этих кофейнях формировалось общественное мнение, так как люди, встречаясь и обсуждая разные вопросы, могли сформировать некое общее мнение на тот или иной вопрос. Третье. Ответьте на вопросы. Что такое энциклопедия вообще? Энциклопедия, как правило, это определенное собрание небольших статей по самым разнообразным вопросам. Причем этих статей очень и очень много. То есть энциклопедия – это некая книга, где в краткой форме собраны знания обо всем на свете. Ну или, хотя бы, попытка собрать такие знания присутствует. Энциклопедия наук, искусств и ремесел в частности. Это первая попытка создать именно такую энциклопедию. Французские просветители писали эту энциклопедию в течение 30 лет. Почему это издание было столь популярно у современников? Ну, по той причине, что до появления этой энциклопедии, чтобы что-то узнать, нужно было найти человека, который вам расскажет о нужном вам вопросе. И вдруг появлялась возможность купить книгу. Сразу несколько книг, в которой, собственно говоря, можно было найти буквально ответы на самые невообразимые вопросы. И, естественно, что такое собрание было крайне популярным. Это сейчас можно зайти в интернет и найти ответ на любой вопрос. Но еще 20 лет назад, по сути дела, интернет не имел такого распространения. И чтобы найти ответ на какой-то вопрос, нередко надо было найти энциклопедию, обычную, бумажную, и уже в ней искать нужный ответ. Потому что интернетом вообще очень немногие тогда умели пользоваться. Далее. Второй вопрос. Почему вы думаете, как вы думаете, почему энциклопедия наук, искусств и ремесел стала одним из символов эпохи просвещения? Поскольку эта энциклопедия требовала невероятного количества знаний у людей, которые ее составляли. То есть появились люди, которые всю жизнь тратили на развитие именно разума, на развитие знаний. До этого таких людей попросту не было. А если они и были, то сидели в монастырях и спорили о том, сколько ангелов помещается на острие иглы. И все, собственно говоря. Все свои знания они тратили на этот, может быть, и важный для богословия, но абсолютно бессмысленный для обычной жизни вопрос. Поэтому энциклопедия стала действительно настоящим символом эпохи, ведь это был подлинный триумф разума. Четвертое. Прочитайте фрагмент работы современного исследователя Смита «Работа над диким камнем. Масонский орден и русское общество в XVIII веке» и ответьте на вопросы. Основателями масонского учения были шотландские каменщики XVI-XVII веков. В силу особенностей своей профессии каменщики не имели постоянного места проживания и вынуждены были перемещаться по Европе. Жизнь в неуверенности и неопределенности заставила их поддерживать связи более тесные, чем в обычной гильдии. Так развивались ложи. В Англии масонское движение с самого начала состояло только из дворян. Поздний Ренессанс сменялся ранним просвещением. Масоны безоговорочно разделяли веру в силу и разум индивидуума и посвящают себя нравственному усовершенствованию человечества. Братство, терпимость, общественная гармония и равенство становятся идеалами ордена. Вопросы. Почему масонство зародилось именно среди каменщиков? Ну, видите ли, здесь высказывается только одна определенная версия появления масонства. Якобы они появились всего лишь в 16-17 веке. На самом деле существуют и другие версии, что на самом деле масоны появились еще где-то в районе средних веков. Причем конкретно в районе крестовых походов. Когда именно в этих крестовых походах Европа получила доступ к знаниям более древним, к знаниям к обработке камня более древних эпох. А в той же античности с камнем умели работать очень и очень хорошо. Посмотрите на многие современные, вернее, здания античности. Они до сих пор стоят, хотя построены из камня, даже в зонах, где идут землетрясения. Это очень показательно. Поэтому, собственно говоря, утверждать, что только вот масоны, они появились только в 16 веке, не стоит. Возможно, в 16 веке они стали более известными. Но о том, что масоны являются каменщиками, вот это абсолютно известный факт. Я уже упоминал, что масоны в России тоже были довольно-таки распространены. Великолепно умея работать с камнем, великолепно умея строить и проектировать. Они проектировали такие города, как Петербург и Владивосток. И, кстати, те города, которые проектировали масоны, как правило, практически считаются неприступными для врагов. Если враги там и появляются, то очень и очень ненадолго. К примеру, американский Вашингтон тоже построен и спроектирован масонами. И обратите внимание, это очень хорошие города, которые прекрасно спроектированы. Они отлично стоят, очень красивы и так далее. Почему масонство зародилось среди каменщиков? Ну, здесь описывается, что, собственно говоря, каменщики, недалеко не всегда, имея возможность найти себе хорошую работу, работа с камнем была довольно-таки дорогой, они поддерживали себя гораздо сильнее, чем другие гильдии. Как масонство видоизменилось в Англии? В Англии к масонам очень быстро стали относиться дворяне, и они стали активно поддерживать те или иные направления в развитии общества. Какую роль в становлении масонства сыграли идеи просвещения? Масоны, будучи всегда очень образованными, работа с камнем требовала хорошего образования, ведь, как правило, к масонам относились не только простые каменщики, но и архитекторы, а архитектор обязан иметь хорошее образование. Естественно, что архитекторы, будучи образованными людьми, максимально поддерживали развитие образования, следовательно, поддерживали идеи просвещения. Пятое. Прочитайте отрывок из биографии Моцарта об опере 1786 года «Свадьба Фигаро», написанной историком XX века Брионом, и ответьте на вопросы. Это произведение слишком опережало время, чтобы завоевать единодушное признание. Любители музыки и критики сопровождали похвалы оговорками и упреками. Эта музыка, которая нам кажется классической, по самой своей сути, несколько романтичной, каким часто бывало вдохновение, шокировала, возбуждала негодование, побуждала к мятежу. Моцарта ругали за нарушение законов жанра. Даже среди поклонников-энтузиастов лишь немногие восхищались достоинствами этой оперы, которых на самом деле было немало. Вопросы. Почему публика так неоднозначно встретила новую оперу? Потому что эта опера сама по себе достаточно неоднозначная, и написанная к ней музыка тоже очень и очень неоднозначная. Она была не такая классическая, как хотели тогда слышать. Дело в том, что в самой опере очень ярко выражено буквально спор между господином и слугой. Причем не просто спор, а буквально борьба между господином и слугой. То есть опера сама по себе очень критическая. Она очень критически воспринимает все окружение в Европе. В Австрии, которая была очень реакционно настроена, эта опера вообще была запрещена. В других странах тоже ее восприняли очень неоднозначно, поскольку такое яркое, так сказать, выпячивание вот этих критических взглядов, оно, естественно, было воспринято крайне неоднозначно. Как вы думаете, понравилась бы эта опера философам-просветителям? Разумеется, очень понравилась, поскольку эта опера наглядно подчеркивала недостатки общества, то есть критически воспринимала окружающее. Естественно, что философам-просветителям эта опера бы очень понравилась. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok